И психологически зрелый мужчина принял свою жизнь, согласен с ней, такое, какая она есть, принял и освоил территорию своей сексуальности и с принятием относится ко всему прошлому опыту, к жизненному пути, примиренности принятия. Вот ключевые вещи, и теперь давай разбирать её. В чём у тебя есть вопросы к этому пункту? Ну вот у меня была депрессия, практически клиническая, да, и я, конечно, это всё пережил, но я, как бы мне хочется скорее забыть это, просто выйти из жизни, нежели как-то интегрировать это в свою жизнь. Ты же прошёл опыт депрессии, правильно ли я понял тебя? Да. Ну, почему? Я вот просто могу аргументировать, как бы, свою точку зрения. Почему? Потому что я думаю, что без этого, без этих памятных следов и, соответственно, без мыслей о них, я был бы гораздо более гармоничной личностью, чем являюсь сейчас. И, возможно, достиг бы большего. А кто тебе сказал, что мне или жизни, или Богу нужен какой-то другой ты, а не тот, который после этой лоботомической операции будет гармоничным? Ты знаешь, эти гармоничные люди, вот смотри, люди, которые там бухают, пьют эту айаваску, там проходят какие-то трансперсональные штуки, холотропное дыхание. И вот когда я вижу, когда они сбалансированы и гармоничные, мне не о чем с ними поговорить. Потому что каждый из нас – это частный случай музыки и помех. То есть, ну, как сказать, вот гармоничные люди, они скучно. Мне с тобой пока интересно, не доводи. Но просто… Послушай, у тебя есть идея гармоничности какой-то. И смотри, базовое здесь, что не быть собой. А не быть собой невозможно. Представляешь? Никого из нас, которые добросовестно ходили в православие, в духовность, в просветление, в медитацию, никому из нас этого не удалось. А те, кому удалось, они врут. Я честно хочу тебе сказать. Они имитируют. У них есть поведенческие какие-то манеры, которые они приобретают для того, чтобы казаться более гармоничными. Меня устраиваешь, как ты. Я всем в тебе доволен. Вообще. Мне с тобой интересно. Ты мне родной. Вот это, знаешь, такая импульсивность, депрессивность, сексуальность, асексуальность. Твои метания между чем-то и чем-то. Когда ты, с одной стороны, хочешь вот этого, а потом говоришь, нет, я этого не хочу, я теперь буду жить духовно. Это потрясающая игра красок, Наполит. Мне это интересно. Я именно за этим и смотрю. Поэтому, более того, когда ты сделаешь себе лоботомию и сотрешь, уже вот-вот. Илон Маск с компанией очень скоро, и с Павлом Дуровым, наверное, они очень скоро изобретут эту штуку. Но вот как только появится возможность, вставляя микрочипы, нас гармонизировать, человечество разделится на тех, кто хочет быть гармоничным, и тех, кто хочет остаться собой. Я буду во второй категории. Хорошо. Тогда у меня такой вопрос. Если я знаю, что, ну вот, допустим, вот у меня есть болезнь, да, которой сейчас лекарства нет. Я хочу, чтобы оно было. И вот я читаю научные статьи, что вот эта болезнь, вот-вот найдут лекарства от неё. Вот. И в этом же есть развитие, да, в том, чтобы находить свои слабые стороны. И их как бы, ну, мы, ну, как-то я не знаю, использовать их для своего развития. И как тогда вот весь этот свой опыт болезненный использовать в развитии. Как вот Алиса Лесенкова всё время говорит, что вот это как залечить собственную чёрную дыру и получить от неё энергию, чтобы построить райский сад. Вот то, что сделал ты, она всё про тебя это говорила. Подожди. Я не против фармакологии и любых способов оптимизации жизни человека. Когда дело касается его физического здоровья, я очень за новые препараты. Когда дело касается продления жизни или исцеления болезней, которые имеют психосоматическую природу. Например, какой-то биохимический недостаток или что-то в психике или в мозгу есть какие-то определённые нарушения. Я тут исключительно за. Я, да, существует между нашим телом, психикой, такая какая-то тонкая грань, где уже заканчивается. Там, конечно, она очень тонкая, она переходная, такая серая зона, где наша психика плавно переходит в то, что мы называем собой. Я против вмешательства в эту прекрасную, чудесную жизнь, индивидуальность. И знаю, что самые различные способы, ну вот, знаешь, психиатры 19-20 века шизофрении лечили электрошоком. Ну вот, ну и доводили людей до лавочного состояния. Я знаю, что было движение в Америке, когда гомосексуальности лечили тем, что там молились Иисусу Христу о том, чтобы вышел дьявол из человека. И это было извращением. И это было искажением природы, вообще человека и его естественности. Вот, я могу еще привести пример. Вот, ну смотри, вот где физика и биохимия. Например, наркомания, алкоголизм. Смотри, какие есть пути исцеления от этих болезней. Я сразу скажу, всех хочу поставить в известность, что это не пропашка. Он не наркоман, не алкоголик. Вот, там же выход какой есть. Выход из наркотической, алкогольной зависимости. Зависимости, которая пустила глубочайшие корни в нашу биологическую природу, в нашу психику, в нашу нервную систему. Выход там идет через сознание. Через то, что я признаю бессилие перед алкоголем, наркотиком. Через то, что я делаю осознанные усилия и выбираю быть здоровым, свободным от этой зависимости. Через ежедневную исповедь своему спонсору в программе или другим людям, например, там в группе, что мне хочется идти в срыв. Меня ломало, переломало, колбасиваю. Но выход даже за пределы глючной, заглючившей биохимии, когда я сам ее таким образом разрушил, идет через рост осознанности. Вот наша прекрасная, замечательная святая женщина по имени Луиза Хей. Она таким образом через рост осознанности выходила из онкологии. Вот выход из болезненного состояния, из состояния психической травмы, из состояния нарциссизма, через осознанность. Я считаю, что это прекрасный путь развития. Но сначала нужно онкологию, нарциссизм, алкоголизм в себе принять. Да, это я. Да, у меня это есть. Сначала принятие, сначала мама, а потом развитие, а потом папа. Вот такая вот история. Поэтому я принимаю весь свой жизненный путь. И ведь смотри, психологическая зрелость, если мы оглядываем свой жизненный путь, у нас были разные близкие люди, партнеры, любовницы-любовники. Не, у нас-то только любовницы, конечно. Значит, и иногда, ну, потом смотри, когда какой-то сюжет любовный не удался, мы говорим, жаль, что я потратил на тебя столько лет. Жаль, что я сразу не распознал, не распознал какой-то гад, подонок, сволочий аферист. Я знаю, что если я устойчив в собственном селф, в собственном я, я ни о каком жизненном опыте, ни о какой встрече, ни о каких контактах с людьми, ни о каком общении не жалею. Я не жалею ни об одном человеке, ни об одном сюжете, в котором человек воспользовался моим доверием или предал меня. Вот. Это моя жизнь. Вот. Я не жалею ни об одном заболевании, химическом, то есть физическом, прошу прощения, которое обнаружено было в моем теле. У меня нет желания прожить свою жизнь иначе, чем я ее проживу. Ни в одном малейшем эпизоде. Для меня именно это является показателем психологической зрелости. Рома, мне хочется Пашу еще чуть-чуть. Тогда просто вопрос, как этого тогда достичь? Во-первых, я, наверное, кроме тебя, я не могу себе представить человека, который бы не хотел что-то поменять в своей жизни. Ты понимаешь, какие вот эти человеки, которые хотели бы что-то поменять? Нет, я уверен, в этом круге тоже найдутся люди, которые ничего, ни о чем не жалею, ни зову, ни плачу. Как Сергей Александрович Есенин говорил, тут есть люди, которые тоже ничего не хотят менять и не хотели бы изменить. Как им это удалось, конечно, каждый как-то с этим трудился, как-то работал. Во-первых, есть люди здесь, которые не слышали этого восьмого принципа психологически зрелого мужчины. Полное принятие своей жизненного сюжета. Родители. Кто-то вырос без папы, кто-то кого-то не любила мама, кого-то в детстве били, кому-то причиняли, ну, кого-то болели в школе, например, да? Вот. Ну, это жизнь, это судьба, вот так оно все сложилось. Вот. И когда я это признаю и принимаю как реплику Бога или Вселенной в свою жизнь, я могу двигаться дальше. Пока я не принял жизнь свою, такой, какая она есть, мне придется долго и упорно разбираться с психотерапевтами. Я топчусь на месте, стою спиной к своему будущему, вот, разбираясь со своим прошлым. Но в прошлом нет ответа. Я проверял. В прошлом ответов нет. Но если ты говоришь, я согласен, спасибо, Господи. Если ты православный, еще вот так можно сделать. Я иду, спасибо, Господи, я иду дальше. А если ты шиваид, можно вот так сделать. Вот. И тоже там. А если ты буддист, можно сказать о мани падмахум. Что означает, что деньги будут. И их будет много. И ты тоже дальше идешь. А если ты анбеливер, вот, то ты говоришь, а, фиг с ним, проехали. Но нужно какой-то волшебный шаг, мантра отпускания своего прошлого и согласие с ним. И только тогда ты, как лодочка, отцепившись от берега, можешь плыть дальше. Чего тебе и желаю. Очень. Вот. Но там звучало слово сексуальность у нас. И у меня есть, как бы, чем на эту тему прозвучать. Потому что у нас тут психологически зрелые мужчины. Хорошо, хоть на заре этот термин внес. Потому что, как будто бы, это, знаешь, такая часть, которую мы тут, работая над личным ростом и развитием, игнорируем. А я против этого игнорирования. Поэтому кинь мне какой-нибудь мяч, чтобы мне, ну, на эту тему развернуть нечто, в основном, для кого? Для нескольких человек здесь, которые со своей сексуальностью не могут ни разобраться, ни допонять ее, ни договориться. Они ее не слышат, вытесняют, игнорируют. Тайно поддрачивают, конечно же. Но как-то особо, знаешь, допонимать. У нас же есть определенное табу такое на допонимание этого предмета. Нет, вопрос, конечно, есть. Потому что как раз я один из тех людей, которые эту сексуальность не принимают, вытесняют и тайно подрачивают. И это вот мое животное, мой конь, который не поддается дрессировке. Может быть, это не конь, может быть, это просто кошка, а кошке очень плохо поддаются дрессировке. И как бы я не знаю, как с этим примириться. Смотри, я сейчас дам маленький такой обзорный материал для этой темы, потому что мне приходится разбираться с этим, поскольку люди приходят с этим в терапии. Скажу откровенно и честно, я в полнейшей гармонии со своей сексуальностью. Я и есть моя сексуальность. Вот, каждая моя клеточка, каждый ноготочек, это и есть моя проявленная сексуальность. Теперь скажу, то есть я в согласии нахожусь с этим замечательным божественным даром. Теперь скажу нечто о мужчинах, которые были фрустрированы в теме сексуальности. Это не значит, что они не занимаются сексом, но занимаются они им разрушительным для самих себя, для других людей и, самое главное, без ожидаемого удовольствия. Каждое сексуальное сочетание, соитие приносит им больше страданий, чем удовольствия. Ты уже заинтригован, Паша? Угу. То есть сначала кажется вкусным, а потом переживается как что-то горькое. Я надеюсь, каждому или некоторым из вас знакомы. То есть когда рождается ребенок, он, его тело, его энергия и его со временем пробуждающая сексуальность в зародыши, в зачатке, оно целостно и едино. То есть ребенок естественен в своем проявлении интереса к телу своему, к телу других людей. Он заинтересован, ему все интересно, он трогает, он щупает, он удивляется всем этим чудесным явлениям. В какой-то момент он начинает различия замечать между мальчиками и девочками, что мальчики такие, у них есть какая-то штучка, а у девочек этой штучки нет. В раннем детстве до 7 лет, а потом и в дальнейшем эмоциональный интерес, заинтересованность к собственному телу, к телу других людей. И уже в пубертате, проявленной сексуальностью, встречает жесткие табу, запреты. И одна крайность – это табу так называемых взрослого мира, который может каким-то образом фрустрировать эту тему, называть это чем-то неприличным. Одна крайность. Другая крайность – это как ответ на эту фрустрацию, это когда мы начинаем говорить об этом как о низком, пошлом, употребляя матерные слова для обесценивания наших замечательных гениталий и того самого замечательного процесса, благодаря которому мы появились на этом свете. Что происходит, когда на ранних этапах жизни, когда пока мы еще не знаем, что в этом мире правильно, что неправильно, что можно делать, что нельзя, за что тебя накажут, за что не накажут, что происходит на этом этапе. Мы физически растем, но на уровне эмоциональности мы сжаты. Нам неудобно, неприлично и страшно показать, что мы телесные, физичные, великолепны в своей телесности, в своей естественности и сексуальны. И вот представьте себе, что внутри остается сжатый фрустрированный ребенок, а снаружи – половозрелый мужчина, у которого явно пробивается сексуальное желание, и это сексуальное желание хочет реализовываться, выражаться. Вот тебе типичный портрет мужчины-трахальщика, которому женщина нужна для получения удовольствия. Он сжат внутри, но он снаружи проявляет некие сексуальные действия. И когда женщина после секса плачет, когда после сексуальной близости он куда-то уходит или на метро спешит, потому что завтра на работу, или в себя уходит. Вот он выразился сексуально, и раз, потом он ушел в себя. Он резко меняет к ней отношения, и она чувствует невыносимое переживание брошенности. Женщины в женских кругах об этом говорят. И они говорят, что это очень типичная история. Мужчины об этом не знают, потому что мужчины заинтересованы исключительно в достижении своей цели. В сексуальности для мужчины главная цель, а для женщины главный процесс. И вот если качество этого процесса, ну то есть, а все решает послевкусие. Если женщина чувствует себя одинокой, брошенной. Мужчина чувствует себя энергетически уставшим. И он поворачивается на бочок и говорит, так, все, завтра на работу спать. Вот здесь в этот разрыв утекают ее слезы. Она вроде понимает, что он не уходит. Но в момент максимальной открытости и уязвимости он не с ней. Куда он девается? Он сворачивается в этого маленького ребенка. Он чувствует вину и стыд за происшедшее. Он подавляет эту вину и стыд. Хотя, ну а что тут стыдиться? Все же по взаимному согласию. Он не выдерживает энергетической интенсивности к близости. И он уходит. В этом смысле, я уверен, вот так возьмем, по населению Российской Федерации у нас 84% мужчины с непробужденной чувственностью. А значит, с неконтактом со своей женской частью. Со своей нежностью, чувственностью, уязвимостью, потребностью в нежных, бережных прикосновениях. Если мужчина не в контакте со своей внутренней нежностью, если он спешит за результатом, он причиняет женщине травму, боль. Он как бы входит в транс, где животное вместе с его членом актуализируется, но в этот момент саму женщину не видит, потому что ему важно пережить экстаз и последующий оргазм. А потом эти женщины приходят, твоей любимой, замечательной Алисе Лисенковой, и говорят, я не хочу. Просто такое ощущение, что он в меня сморкается своим пенисом. Вот. И он не замечает, что со мной происходит. Он не со мной в этот момент. Он что-то делает об меня, но делает это с собой. Это тема очень такая тонкая, деликатная. И вы, конечно, можете сделать все целомудренные лица и сказать, что мы вообще не понимаем, о чём мы тут говорим. У нас мужской клуб. Что за разговоры такие какие-то странные? Мы не понимаем, о чём мы говорим. И если каким образом из этого всего выходить? Из этого всего выходить через пробуждение чувственности у мужчин. И сейчас очень важно, я сейчас делаю акцент на том, что не сексуальность. Сексуальность – это уже финальная точка чувственности. Если базовая чувственность не проявлена, если мужчина не осознаёт, у него нет потребности в нежности, в нежном прикосновении, в нежных словах, в ароматах. Вот эта самая ароматерапия, вот для чего она существует? Чтобы человек нашёл свой аромат, пробудил свою чувственность, в интересе к своей внешности, к умению любоваться своей наготой, к полному безоговорочному принятию своей телесности. Вот. То он эмоционально не раскрепощён, он сжат внутри, но у него выпирает одна единственная штучка, которую хочется побыстрее кое-куда засунуть, чтобы получить разряд. Женщины – очень интуитивные существа. Они это чувствуют. Если у женщины огромный голод поблизости, она любой член, лишь бы вот живой, тёпленький член, засунь мне, пожалуйста, чтобы я почувствовал себя любимой и ибабельной. Вот. Но в длительных отношениях эта женщина не чувствует ничего. Она соглашается на компромиссный вариант, на так называемый гражданский брак. Вот. Но если компонент нежности не раскрыть, потому что чем мужчина может понять женщину, чем может состыковаться с ней своей феминностью. Если мужчина не в контакте со своей феминностью, в сексе он действует жёстко, безжалостно и достигает только своего удовольствия. Он не тантрик. Он не может совместно удовольствия достигать. Он игнорирует, что в сексуальной близости женщине нужно больше нежности. Что она не может так вот сразу. Он достигает только своего. Это называется сексуализированная форма эгоизма. И не мудрено, что в какой-то момент женщина сталкивается с ситуацией, когда ей вообще никакого секса не хочется. Или у неё анаргазмия, или она записывается в феминистке, потому что мужчина, взаимодействуя с ней, был небережен, невнимателен и не чуток. Он слишком спешил для того, чтобы достигнуть результат об неё. Да, это было ценно. И я увидел в этом себя, в том, что ты говоришь, что эмоционально зажатый внутренний ребёнок, который не может просто начинать с принятия себя, с раскрытия своей чувственности. и может быть, что-то изменится в отношениях с другими людьми, в том числе и в сексе. Вот. И здесь ключ к этому процессу это телесно-ориентированная терапия. Это массаж, но только не тот массаж, где два мясника в советском санатории начинают там спину разминать, спину прям разминать тебе спину, спину. Это насилие. то есть, тело, если его жёстко мять, это насилие. Вот. И оно сжимается ещё больше. Вот. Есть такие форматы и подходы. Я обучался в них в телесно-ориентированной терапии, в массажной практике. Есть ещё soul recognition, очень хороший такой метод, подход, если интересный. Кому заинтересованным людям вышли? В том, чтобы через прикосновение к телу пробудить душу, чтобы из зажатого состояния она вышла на границе, хотят сказать, Российской Федерации, на границе тела, чтобы душа ощущалась каждой клеточкой тела. Но принцип, например, розен метода телесно-ориентированной терапии состоит вот в чём. Чем нежнее прикосновение, тем глубже оно касается души. Я уверен, что если хорошие, добрые, доброкачественные, мудрые женщины, например, кто-то из них смог бы посмотреть это видео, они бы перекрестились и сказали бы слава Богу, что им кто-то об этом говорит, потому что об этом говорят редко. Лобковские, Сатья-Дассы и различные там лекторы такого плана, они говорят о важных аспектах отношений, но касаться этих тем можно только в доверительном пространстве, то есть там, где люди заинтересованы слышать и хоть как-то с этим повзаимодействовать, соприкоснуться. Вот. Поэтому принятие своей жизни, своего жизненного пути, своей сексуальности, своих предпочтений в сексуальности, умение бережно говорить о своих предпочтениях, умение выдерживать наготу партнерских отношений и не идти непременно в генитальный контакт. То, о чём нас учат мастера Востока, потому что когда вы видите наготу вашего партнёра, у вас поднимается интенсивность, поднимается энергия, и вот есть даже такая практика «Семь ночей тантры», кому интересно, могу выслать, поделиться, она у нас есть в закрытом доступе. Когда шесть подряд ночей партнёры взаимодействуют в обнажённости друг с другом, они говорят, они прикасаются, они кормят друг друга фруктами, они практикуют лёгкие формы, мягкие формы массажа с массажными аромамаслами, но они не идут в генитальный контакт. То есть, что происходит в этом случае? Душа поднимается до уровня тела, но не сливается, не уходит непосредственно в вот эти вот сексуальные пульсации. То есть, для женщины это главное, для женщины это важно, когда много нежности, если мужчина это учитывает и ласкам, любви, прикосновениям, поцелуям, вот, уделяет время, женщина понимает, что это, что он её любит. Если этого не происходит, женщина, то есть, мужчина понимает, что он её не любит. Любит, значит, понимает уровень её переживания. У нас здесь с удовольствием, понимаете, тантра это древнейшее искусство любви. Вот, и в этом плане это акцент на выдерживании интенсивности ноготы, проявлении нежности без непременного стремления как можно быстрее генитальный контакт. На седьмой ночи тантры, они говорят, если, вот, мастера говорят, если вам при этом и туда пойдётся, вот, это совсем другое ощущение, совсем другое переживание. Мы не против, но попробуйте сделать по правилам, то есть шесть ночей вы общаетесь друг с другом, взаимодействуете, наслаждаетесь красотой тела друг другу, мажете маслами, пьёте напитки, только не спиртные, вот, кормите друг друга фруктами или сладким рисом, с облизыванием фальцев. Это же очень сексуально, согласитесь. Но вы не идёте в результат. Представьте, если бы такую культуру сексуальности доносили, преподавали, но вопрос, а вот надо то, что вы говорите в своих роликах, чтобы в школе преподавали, а я говорю, а кто вот эти вот училки сексуально фрустрированные, которые мстят мальчикам за то, что у них собственным мужем не удалось. Вот, нет, понимаете, донести-то можно только собой. Вот, наверное, ещё один, может быть, маленький вопрос по поводу согласия. Вот, допустим, я согласился принять всё своё прошлое, но есть последствия всех событий, которые произошли в моей жизни, которые мне не нравятся. Вот, как с ними согласиться? Паш, да, дело в том, что вот я смотрю на тебя, ты говоришь про какую-то болезнь или про что-то. Болезнь, которую ты не принимаешь, это концепция в твоей голове. ты не выглядишь больным человеком. Я видел, как выглядят больные люди. У нас у всех какие-то нарушения биохимические, биологические, есть какие-то особенности. Вот, но болезнь, это же, ты не выглядишь болезненным человеком, но тебя угнетает концепция болезни, которая в твоей голове. если где-то ты зацепил, подцепил эту болезнь и говоришь «я не жалею, не зову, не плачу», это часть моей жизни. Я многого не понимал, но на тот момент я пробовал, я экспериментировал с жизнью. И я вот каким-то образом попал в эту ситуацию. Я, конечно, я сожалею, но я принимаю. Вот, мне кажется, здоровая позиция. Я сожалею, что так произошло, что я вот в этой. Но я и это принимаю в себе и в своем прошлом, и в своем теле в настоящий момент. Паш? Да, теперь понятно. Если это вот эта медитация, этот гипноз, мне говорят вы в своих роликах и эфирах гипнотизируете, да, допустим, ты примешь сегодня, то сегодня вот в 22.00, после 22.00 начнется новая страничка в твоей жизни. Жизнь в принятии и в развитии. Ну, а сексуальность ты свою принимаешь или нет? Вот она такая у тебя. Вот такая по комплектации. я на пути к этому. Я не могу сказать, ну, то есть должно пройти некоторое время, мне кажется, чтобы, чтобы, наверное, постичь все ее закоулки этой сексуальности и познать ее просто и принять. Давай я тебе скажу вот какую вещь. смотри. Я отдаю себе отчет территории, на которой мы находимся, поэтому я крайне осторожен сейчас. Смотри, если ты хочешь понять другого человека, ну, например, меня, ты говори, ты приезжаешь и говоришь, я хочу понять, я хочу познать, я хочу изучить тебя, я хочу узнать тайные потаенные уголки твоей души, что у меня вызовет? это реплика. Наверное, дискомфорт, закрытие. Да. Понимаешь, если же мы просто, естественно, открыто взаимодействуем, в какой-то момент, даже без алкогольных напитков, я тебе могу сболтнуть или рассказать с удовольствием то, что является моей тайной. И, может быть, даже то, что я никому не рассказываю. Представь себе, что сексуальность это такой же субъект. Если ты говоришь, я хочу ее, суку, оседлать, я еще хочу понять, я хочу это животное гребанное приручить, а сексуальность тебе говорит, вот, со мной так нельзя. Сексуальность у нас, как млекопитающих, мы же все молоком питаемся, млеко, творога и кефира питающихся, вот, это более древняя, более основательная структура, это наш спидной мозг и наша лимбическая система. Если я к более древнему в себе подхожу без уважения, без благовения, оно не откроется мне. Если я прихожу к сексуальности с научной точки зрения, пытаясь изучить ее как феномен, пытаясь узнать статистику, фертильность, нефертильность, шкала Кинси, там и прочие вещи, я могу теоретически что-то изучить, но исследование сексуальности это мое отношение с собственным телом, собственной эмоциональностью, мое движение в раскрепощении и мой поиск того человека, с кем мы можем это исследовать вместе. Ну, пожалуйста, слово исследовать не понимай как теоретическое исследование, потому что сексуальность это феномен с каждым человеком если мы взаимно раскрываемся как души, как личности и как сексуальности друг друга, это каждый раз совершенно удивительный, уникальный случай. Ну, смотри, в основном, ну, основных там сюжетов говорят, кинематографического, ну, штук 20, все остальное это, ну, мы более-менее узнаем сексуальности, тоже есть определенные сюжетные линии, вот, но исследование вот, возможно только при взаимности и полной раскрытости, растабуированности. Если я не доверил другому человеку в процессе сексуального раскрытия свою душу, мы будем приспосабливаться, тыкаться друг к другу, тыкалками своими, мы будем нащупывать это интуитивно, мы будем разочарованы тем, что там я хочу того, она не хочет того, он хотел того, но я отказал, и вот эти все вещи бесконечные будем обдумывать, потому что секрет глубоких сексуальных отношений это взаимная открытость и доверие на уровне тела друг друга, это ответственность за тело человека, даже если оно будет болеть, умирать, или если ногу там отрежут, например, тело твое мне так же дорого, как и свое тело мне дорого, вот это душа твоя, эмоции твои, сексуальности или в быту, мне так же дороги, как и мои собственные эмоции, жизнь свою я хочу разделить с тобой, а ты говоришь, а я хочу свою жизнь разделить с тобой, и тогда тайны индийского Кама-дева в переводе на европейский язык это Амур откроются, тогда открывается мир в доступ, доступ в мир потрясающего, глубочайшего, очень нежного единения двух душ, двух сердец, двух сознаний и двух тел, если один из партнеров в сжатии находится, девочки тоже в этом сжатии находятся, их тоже обламывали, мамы, вырядилась как проститутка там и прочие авторинские послания, да, что это ты себе уши проколола, мать не спросила, то есть как бы накрасилась как кимора, ну вот эти все вещи, и эти все вещи, и вот современных девочек вы видите, они такие или некоторые из них или дерзкие, потому что им пришлось выстаивать с мамами, или не просто такие художницы, знаете, я художница, такая проваленная, закрытая, и какая-то ну неуверенная в себе, то есть это все следствие воспитания, но как говорит Олег, никогда не поздно иметь счастливое детство, мы можем разрешить себе, это эмоциональное, телесное и сексуальное освобождение, сексуальное освобождение, я ни в коем случае не имею в виду под этим выражением беспорядочные половые связи и прочий промискуитет, и это я имею в виду здоровую сексуальность, а здоровая сексуальность это когда единение двух душ, двух судеб и двух тел, каждый из партнеров берет ответственность за себя и за тело другого человека, обращая внимание за тело, и тогда мы входим в совершенно удивительный божественный мир, в котором присутствуют тело, сознание, душа, и они представляют собой одно целое, одна любовь, одно удовольствие, одно блаженство в двух телах, и это означает принятие, а теперь бинго, твой партнер или партнерша, это уж как на твой вкус, принимает тебя не только телесно здесь и сейчас, но и со всей твоей жизнью, со всей твоей судьбой, со всем твоим прошлым. Ну, чтобы ему не пришлось долго и упорно работать, сделай это сначала сам. И другой человек тоже, если приходит в твою жизнь, там может были какие-то переломы, какое-то детское насилие, но это человек пришел в твою жизнь, какие-то другие партнеры, человек пришел в твою жизнь, и ты говоришь, я принимаю тебя со всей твоей судьбой, все, что у тебя было в прошлом, принято безусловно и по умолчанию, можешь не рассказывать, а я принимаю тебя. Вот здесь измерение, божественное измерение тантры, вам открыто обоим, и я, да, и потом еще я выбираю с тобой пройти жизненный путь. Другой человек не может допринять тебя в большей степени, чем ты принимаешь себя. Если ты говоришь, я не принимаю что-то в своем прошлом или в себе, ты эту, этот груз возлагаешь на другого человека, а для него это непосильная ноша. и чтобы это не нести, другой надолго с тобой не задерживается и уходит. да, я благодарю тебя, что ты помог раскрыть для меня эту тему, потому что я сейчас понял, что сексуальность у меня практически вообще не раскрыта. Есть только измерение коэтуса, все остальное. несколько неграмотных людей, скажи, что такое этот коэтус. Было много секса, а измерение сексуальности и любви не раскрыто, так или нет? Да, да. Ой, вот это честное палево, друзья. Вот на меньшее честное палево в ваших репликах и экспертную оценку я не согласен. Я донес им, почему у них женщины несложны. Потому что у них с собой сложно, они спрятаны, закрепощены. И только из я-позиции имеет смысл что-то сюда добавить. И Паша, между прочим, подставился и спалился. Есть такой термин современной психологии, я его очень уважаю, это термин сексуальный интеллект. Вот очень многих мужчин и женщин, не будем дискредитировать мужчин здесь, сексуальный интеллект не развит. Или он существует автономно от эмоционального интеллекта и от собственного нашего мышления. Вот в чем дело. Поэтому если мы сейчас вот аккуратненько начинаем в эту сторону думать, размышлять, то есть про сексуальный интеллект, понимание, что хочет мне сказать моя сексуальность, и так, чтобы она дружила с другими гранями, частями моей личности, мы начинаем путь развития нашего сексуального интеллекта. Вот, то есть за счет секса иногда люди решают совсем другие вопросы. Вопросы доминирования, вопросы самоутверждения, вопросы доказать себе, что вообще-то я и бабельный, и что меня еще хотят, и разные объекты хотят. Это все от глубокой, этот все тот же самый травмированный раненый ребенок через сексуальность вполне взрослое мероприятие пытается доказать себе или своей маме или своем папе, что он хороший, что он успешный, потому что столько партнеров или партнерш его захотели или ее захотели. Это другие задачи, но если мы не слышим, что мне говорит моя сексуальность, то мы на самом деле просто действуем вслепую. Мы, как знаете, есть такая как бы игра вот в собачку, я не знаю, была у вас в детстве такая игра в собачку, когда берут, отбирают портфель у школьника и старшеклассники перекидывают этот портфель и ребенок бегает за этим всем. за портфелем, чтобы ему этот портфель вернули. Вот здесь похожая игра, то есть моя основная базовая я-личность бегает между сексуальным интеллектом, эмоциональным, может быть, когнитивным интеллектом. Она бегает и а ты-то где? Ты дружишь с ними? Вот. Они твои вообще или они против тебя? И эта штука называется внутренний конфликт. И пока человек находится в внутреннем конфликте, он не решает текущие жизненные задачи. Великодушный человек это человек, которого души хватает на себя и на другого человека или на несколько человек, например, на семью или на группу людей. это великодушный человек. Границы великодушного мягко и без насилия расширяются до других людей. Малодушный человек это человек, которому души, душевных сил даже на себя не хватает. И он что-то там копается, работает над собой, чего-то бесконечно улучшает в себе. И обычно сил на то, чтобы реагировать и принимать нет. Великодушный партнер способен принять в другом человеке, которого выбирает все его какие-то неточности, изъяны, может быть, родинки. Потому что, смотрите, еще очень важный момент, я сейчас скажу, тоже как-то об этом не принято говорить, ведь наши органы, которым мы ходим в сексуальность, и наши органы выделения, это одни и те же органы. Вот. И вот крайним проявлением преданности и любви к человеку и к его телу является вот какой момент. Можешь ли ты всем собой губами поцелуем прикоснуться к органам сексуальности или органам выделения своего партнера. Так вот, психологически незрелые люди используют эти процессы как повод для доминирования над партнером. Психологически зрелые как предельному выражению любви. Я люблю в тебе и благоговею в тебе перед всем, включая органы выделения, которые равняются органам сексуальности. Любовь проявляется и выражается именно так. А представьте себе, что один великодушный человек настолько любит другого, что готов ко всему прикоснуться губами в ней или в нем. А психологически незрелый использует, интерпретирует это как доминирование, как подчинение другого, как унижение другого. И подобного проявления любви и сексуальности другому не дает. И они находятся в таком случае в невравных конфиденциальности. Я считаю, что когда нарушена конфиденциальность личных сексуальных отношений, это предательство любви. Если кто-то третий попадает в разговоры, а как, ну чё ты, а чё она хочет, а что она, а вы пробовали, а мы пробовали так, вот это всё, это предательство любви. Вот, это ради самцовости или ради крутизны какой-то я предаю любимого человека, раскрывая наши глубинные интимные отношения. И так делать нельзя. я хотел бы ещё буквально короткую реплику по поводу принятия своего опыта поделиться. Эту идею мне как-то подкинул, точнее не подкинул, а поделился со мной Фрэнк Пьюселик, и у меня в опыте много было всяких событий, которые я не мог принять. И как-то он рассказывал метафору, и суть этой метафоры была в том, что грубо говоря, каждое событие твоей жизни, оно как бы должно произойти. И если ты что-то не принимаешь, значит, ты просто ещё пока не нашёл те дары, те вот бриллианты, которые были сокрыты в этом событии, потому что каждое событие несёт в себе какой-то бриллиант. Если ты его не принимаешь, осуждаешь, хочешь изменить, то просто ты пока что не нашёл эти дары, но они точно есть. мне вот тогда очень помогла эта идея. Я слушаю, это гениальнейший рефрейминг, если ты понимаешь, о чём я. То есть это гениально, это тот способ мыслить о себе, о своей жизни, о своём прошлом, который в конечном итоге является ресурсным. То есть я принимаю эти дары, эти благословения, эти тюрьмы, унижения, насилие, нелюбовь, как благословение, как реплику Бога. И я говорю, Господи, спасибо. Не всё сразу понял, что ты мне хотел сказать, но спасибо. Дошло. Вадик, дорогой, спасибо, Виктор. Вадик, дорогой, давай-ка ты. Да. Ну, в общем, ты сказал такую штуку, что я и есть сексуальность, я всё время проявляюсь сексуальностью в каждой моей клеточке. Я как бы вроде бы и понимаю, но я вот воспринимаю больше как что-то более интимное, которая вот такая энергия, которая под задачу включается, как что-то отдельное. Ну, и говорят, что творчество идёт и сексуальность. мне как-то трудно это понять. То есть, я чуть-чуть воспринимаю сексуальность как вот такая тайна, которая проявляется под задачу, когда есть связь, идёшь, и вот тогда проявляется сексуальность. А сказать, что я всё время в сексуальности проявляюсь, это как-то мне сложно это понять. Я сейчас попробую тебе сказать об этом, но из переживаний. Это не концептуальная какая-то штука и не то, что какое-то правильное учение из какой-то книжки. Моя сексуальная, ментальная, эмоциональная энергия вся целостно интегрирована в моём лице, в моём теле, в моём голосе, в моём мышлении. Они не конфликтуют, а сосуществуют как H и 2O. Понимаешь, понятно, что кислород это или там H2SO4, условно говоря, разные молекулы, но в совокупности этих молекул это единый я. Теперь, если есть человек, с которым я хотел бы разделить свою сексуальность, то, конечно, это проявленность в личных отношениях, это конфиденциальность, то есть закрытость. Я никому не говорю, что происходило, что было, и есть ли что-то там такое между нами, что только между нами. Это уже проявленность в нашем личном взаимодействии, и это то, что относится к области тайны. Но видишь, мне кажется, что в принципе, ну давай так, мастерство жизни состоит в простой вещи, в целостности, все мною, во мне, принято, понято и находится в согласии. Но проявляется под задачу. Да, то есть концентрат моей сексуальности сейчас инаков, чем если я с любимым человеком остаюсь наедине. Ну да, вот теперь понятнее. Я думал, может, что-то со мной не так, может, как-то я... В конечном итоге Восток говорит нам, что существует единая энергия. Они называют ее кундалини. И существуют специальные способы прокачки этой единой энергии. Вот есть медитация чакровые звуки, чакровое дыхание, когда всю эту энергию мы прокачиваем, интегрируем в тело. И Восток предлагает нам смотреть на наш энергетический столб, как на флейту. И вот эти семь энергетических центров и составляют по сути мелодию. И вот если хотя бы одна дырочка закрыта, то вся полнота мелодии все семь нот не прозвучат. Поэтому мы смотрим на то в процессе, и это кстати тоже относится к нашему курсу, к нашему материалу. Мы смотрим насколько открыта энергия заземления, а это значит у меня есть дом, я домовитый мужчина, я хозяйственный, я собираю внутрь, я обустраиваю дом, я зарабатываю деньги на дом, чтобы было уютно. Это первый центр. Второй центр удовольствия. Разрешить себе жить в удовольствии, разрешить себе жить счастливо и вальяжно, это напрямую связано с сексуальным центром. Если он заблокирован, я как бы не разрешаю себе жить счастливо. Третий центр доминирования, власти. Могу ли я в том или ином контексте проявить власть, властность, объявить себя старшим, разнять дерущихся, высказать свое мнение, даже если оно конфликтует с мнением других людей. Сердечный центр. Это означает способность любить и быть любимым. Не только любить, но и принимать любовь, но и нуждаться в любви, но и говорить о своей любви, признаваться в любви. Следующий центр у нас горловой. Насколько артикулированно я звучу. Если я мямлю, если интонации, я заискиваю, если я говорю нечетко, эту дырочку нужно тоже прокачать. Мой ментальный центр, то есть способность к анализу, синтезу, трансляции убеждений, взглядов, мировоззрения, осмыслению сюжетов, в моменте причем, а не то, что я услышал, мне надо об этом подумать. Ну вот это наша аджна и вот эта штука, которая находится здесь и которая дает ощущение связи с высшим, то есть с высшим замыслом о себе, на том ли я пути, тем ли путем иду, могу ли я доверять жизни, жизнь опасное место и тогда я закрываю здесь и выживаю, или жизнь это место полной возможности. Этот канал открывается через молитву, медитацию, переживание высшего божественного чего-то. Но дыхание, которое приводит, заводит мелодию, оно это одна и та же дыхание, оно создает мелодию. Могу ли я красивую мелодию сыграть? Сегодня мы говорили о центре удовольствия в большей степени и о принятии вот себя таким, какой есть, включая свою сексуальность, свой сексуальный опыт. Но это одна единственная цельная энергия. Важно, чтобы все отверстия в этой флейте звучали, были актуализированы. Дает ли тебе... В общем, то, что ты перечислил процесс, во всем этом участвует сила сексуальности. Во всем этом участвует единая энергия жизни. Поединение и сексуальности. Да, но она проявляется через сексуальный центр. Она же проявляется через творческий центр. Она же проявляется через мистическое знание, через сердечную любовь, через свою репрезентацию в этот мир, с его проявленности. Это одна энергия. Я не называю сексуальной энергией. Я называю единой пульсирующей энергией жизни. А на Востоке называют дебильным словом кундалини. Ну, это они, они же там не изучали нейрофизиологию, поэтому они не по курсам. А мы говорим о том, что это единая энергия жизни. Все, теперь как бы все ясно стало. Спасибо за ценный вопрос.